Виноград — лекарство от старости. В последнее время все популярнее становится виноградотерапия. Ведь виноград не только содержит полезные витамины и микроэлементы, но лечит сердце и обновляет клетки мозга. Виноград для очищения организма. Тому, кто хочет долго оставаться молодым и красивым, виноград просто необходим, ведь он в большом количестве содержит антиоксиданты, природные вещества, предотвращающие старение клеток. Больше антиоксидантов, чем в винограде, не содержится ни в каком другом пищевом продукте. Эти вещества защищают организм от вредного влияния свободных радикалов, которые вызывают преждевременное старение кожи, а также могут ослабить иммунную систему, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания. В виноградном соке содержится едва ли не вся таблица Менделеева. Наибольший терапевтический эффект оказывают минеральные соли, калия, натрия, фосфора, железо, кремния, йод, витамины А, ВИС, а также вода, уникальный состав которой близок к щелочной минеральной воде, 75-80%, фруктоза и глюкоза от 10 до 30%. По этой причине виноградный сок считается не только лечебным, но и общеукрепляющим средством. Это лекарство, пожалуй, самое вкусное и приятное из всех существующих. Существует очень эффективная виноградная диета, 10 дней нужно есть только виноград, причем в неограниченных количествах. Если каждый день съедать его в пределах килограмма, в организме произойдет не только обновление сосудистой системы, но и всего организма. «Вообще, чем старше человек, тем больше ему необходимо употреблять в пищу кислых продуктов», говорит фитотерапевт. Кроме того, каждую осень рекомендуется выпивать 7 литров бурчака, забродившего виноградного сока в стадии активного брожения, который несложно приготовить самому. Фитотерапевт считает, что употребление такого напитка равносильно переливанию крови, так хорошо он чистит сосуды. Также при наружном применении сусла, смешанное с виноградным маслом, помогает при суставных и мышечных болях. Что полезно, кроме ягод. Помимо ягод и сока из них, рекомендуется употреблять виноградные косточки. Неправда, что они могут засорить желудок. Во-первых, их надо хорошо пережевывать, а во-вторых, даже если косточки плохо измельчить, то они сами растворятся в кишечнике. Косточки полезны, поскольку в них содержится виноградное масло, кладезь пикногенола, хранящего рекордное количество антиоксидантов. Кроме того, отвар косточек – сильное мочегонное средство. Фитотерапевт советует также употреблять в пищу виноградные листья. Это прекрасные общеукрепляющие средства, содержащие дубильные и другие органические вещества. Листья нормализуют работу кишечника и улучшают состав желудочного сока, усвоение пищи, работу поджелудочной железы. Есть их нужно не в сыром виде. Лучше виноградные листья заморозить и потом использовать вместо капустного листа для приготовления голубцов. Бывает, листья маринуют, в этом случае они практически бесполезны. Кроме того, отваром из виноградных листьев лечат кожные заболевания – фурункулы, язвы, пролежни. Такой отвар заживляет раны. В кожице из виноградных ягод много пектиновых веществ, которые, действуя на стенки кишечника как скребок, выводят из организма радиоактивные элементы, различные токсины, шлаки. Виноградный корень гонит мочу, облегчает состояние больного водянкой. Как видим, все части винограда идут в дело и всё полезны. Даже залу виноградной лозы используют для лечения язвы кишечника, не более 1,75 грамма за приём. Фитотерапевт считает, что от винограда нельзя поправиться, поскольку он содержит минимальное количество углеводов. Лучше всего есть виноград вместо приёма пищи в первой половине дня. Не рекомендуется употреблять виноград лишь диабетиком при осложнениях после операции на желудке, при эндокринном ожирении и тем, кто имеет индивидуальную непереносимость этого продукта. Рецепты Гурча Ингредиенты На 1 кг винограда, тёмного, нужно 100 г сахара и 1 л воды. Приготовлении Виноград хорошо помять, добавить сахар и воду. Оставить в большой ёмкости в теплом месте на 3-4 дня, пока не забродит. Процедить, разлить в бутылки и поставить в холодильник. Пить 2-3 стакана в день. От тромбофлебита, болей в ногах. Возьмите гроздь кислого винограда, выжмите из него сок прямо на тромбозные участки вен. Подержите полчаса, не смывая. Кислота, которая содержится в ягодах, благотворно воздействует на сосудистую систему. От заболеваний сердца. Рекомендуется виноградный уксус. Одну статья ложку уксуса растворите в один стакане воды. Напиток употреблять утром или в течение дня. От желудочных заболеваний. Можно посоветовать сгущенный сок из листьев винограда. Он укрепляет желудок, лечит язвы кишок, различные воспаления. Продолжение следует...